Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 12.30 по GMT отчет по инфляции в Канаде. Далее в 13.00 по GMT переключим наше внимание на выступления представителей американского регулятора, которые сейчас важны, как я ранее отметил, поскольку позволяют нам оценить будущее действия американского регулятора по изменению ключевой процентной ставки. Сегодня будем слушать Воллера, Вильямса и Бара. Особый акцент делаю на Вильямса, потому что он один из самых рьяных, наверное, сторонников истребиной политики и того, что американскому регулятору нужно удерживать ставку гораздо более длительный период времени. В 17.00 по GMT выступление главы банка Англии Эндрю Бейли. Я полагаю, что с учетом содержания экономического календаря в рамках этой недели фунт может оказаться одним из самых перспективных и интересных финансовых активов. Поэтому, возможно, с завтрашней торговой сессии снова добавим этот актив в наш портфель и будем следить более внимательно. Все будет зависеть от того, как сегодня сложится риторика Бейли. Если будут сигналы того, что Банк Англии все же рассматривает возможности снижения процентной ставки в июне, как это может сделать ИЦБ, да и еще куча других мировых центральных банков, то тогда попробуем снова сделать акцент на потенциал ослабления британской валюты. И под закрытие торговой сессии в 23.00 по GMT состоится выступление представителя ФРС, теряющего и голосующего члена американского регулятора Лоретты Мейстер. На прошлой неделе, кстати, она как раз стала одним из основных источников роста волатильности доллара под конец торговой недели и локального оживления интереса. Потому что риторика Мейстер в соответствии с ожиданиями совпала с прежними тезисными заявлениями главы американского регулятора Джерома Павла о том, что пройдет еще очень много времени, прежде чем американский регулятор сможет позволить себе изменить секущий вектор национальной денежно-кредитной политики. Теперь к порядку. Индекс доллара 104.54. Восстановление идет второй день подряд, но да, еще рано говорить то, что доллар вернулся к прежнему восходящему тренду. Нужны более стоящие фундаментальные драйверы. Но вы сами видите, сейчас в плане содержания экономического календаря нет таких важных ивентов, событий, на которые можно было бы обратить внимание. Мы, да, обсуждаем комментарии представителей американского регулятора, но это все-таки более-менее приближенная позиция к действиям ФРС. Нужно, прежде всего, ожидать уже следующее выступление главы американского регулятора Джерома Павла. Вчера мы ориентировались на комментарии Джефферсона, который в соответствии с ожиданиями отметил, что слишком рано делать вывод о том, что инфляция снова пошла на спад. Только один хороший показатель по CPI – это не база, на которой можно отстроить идею в ожидании дезинфляционного тренда. БАР, также представитель американского регулятора, считает, что Федрезерву нужно сохранить в ожидательную позицию до конца этого года. И Рафаэль Бостич тоже, в принципе, такой же тезис, просто другими словами о том, что на достижение цели по инфляции понадобится еще квартал-два. Это много. То есть, соответственно, перспектива первого снижения процентной ставки может быть уезжает даже за сентябрь туда, к концу этого года. Ни один из представителей американского регулятора, даже после выхода сначала слабого отчета по рынку труда и потом подтверждения снижения инфляционного давления индекса CPI в апреле, ни один из них не сделал заявление о том, что американскому регулятору нужно снизить процветную ставку, и время для этого пришло. То есть, всегда делается акцент на то, что нужно проверить эту статистику временем, нужно подождать 2-3 месяца, ну а в текущих условиях пока что мы с вами с большой долей вероятности будем наблюдать за тем, как доллар продолжит набирать высоту и стараться вернуться к прежним локальным максимумам. Инструмент FedWatch Tool сейчас оценивает вероятность снижения ставки в сентябре в 49,6%. Буквально вчера эта вероятность была 50,5%. Золото 2414 долларов за трость к концу, а вчерашнего дня 2450. Новые исторические максимумы, я думаю, что в текущих условиях, когда мы говорим о росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке, может быть даже не только из-за событий трагических с вертолетом президента Ирана, где также погибли еще другие высокопоставленные чиновники. Палестина, Израиль – это очаг волнений, конфликт, который, судя по всему, может выйти на совершенно новый уровень в любой момент. Поэтому эта тема сейчас не отпускает трейдеров и сохраняет их фокус внимания в защитных инструментах. Может быть, даже по этой причине мы также должны еще добавить в качестве аргументов того, что доллар может остаться на плаву и довольно неплохо смотреться, из-за того, что доллар для многих остается все еще тем старым, добрым защитным инструментом. Золото может добраться до острейшего уровня, психологического уровня – 2500. И пока мне кажется, что при текущем фундаменте мы с большой долей вертельности пойдем скорее вверх, чем начнем как-то интенсивно корректироваться. Американский фондовый рынок – 5332 пункта по S&P, цель – 5500. В американский фондовый рынок я верил всегда и на каждую коррекцию рекомендовал вам, не задумываясь, подбирать. Не нравится S&P, Nasdaq, Dow Jones, похожая траектория движения. Здесь нужно просто придерживаться сейчас, сидеть вот в этом устойчивом восходящем тренде, ориентироваться на те планки, которые импонируют по значимости уровня. Мне очень нравится – 5500. И достижение этого уровня будет самой настоящей победой. Я думаю, что после того, как мы коснемся этой планки, можно будет на довольно продолжительное время оставить в покое американскую фондовую секцию. Британская валюта – 1,2705. Выступление Бейли. В зависимости от того, подвесит ли он возможность снижения ставки в июне, будет зависеть, добавим ли мы фунт завтра в наш инвестовый портфель. Завтра также выйдут данные по инфляции в Англии. Просто невероятная прогрессия ожидается по индексу потребительских цен. Снижение с 3,5% до 2,1%. То есть, по сути, инфляция в Англии может уже в рамках или могла, поскольку завтра мы будем анализировать уже апрельские показатели, подобраться к целевому значению раньше, чем у каких центральных банков, развитых стран. Соответственно, если мы увидим действительно значение в районе 2,1%, это позволит Банку Англии смягчить экономическую политику в июне. Тем более, ранее об этом также говорит главный экономист Банк Англии Хью Пилл. В общем, готовимся к шортам, но только фунт – это единственное исключение, потому что в остальные рисковые инструменты в текущих условиях, пока сохраняется неопределенность по доллару, лезть не хочется. Доллар иена 156.50, ожидание снижения все еще в приоритете. Результаты опроса 2,5 тысячи владельцев производственной компании Японии показал, что очень сильно они обеспокоены значительной девальвацией иены. Мы, кстати, эту тему уже ранее поднимали. И опасения того, что ситуация может выйти из-под контроля, мы то, что уже очень сильно выросли цены на импорт, должны убедить Банка Японии рассмотреть возможность более раннего повышения процентной ставки. Я, собственно, на это и рассчитываю, на это и на поддержку для иены со стороны хотя бы вербальных заявлений о возможности повторных валютных интервенций, если спекулянты снова заиграются и начнут тащить пару доллар-иена в район 160 иен за доллар. В общем, присматривайтесь к коротким позициям и давайте ориентироваться на, как и ранее, на снижение в район 150 иен за доллар. И нельзя не отметить ралли рынка криптовалют, биткоин и эфириум. Биткоин сейчас уже 71 тысяча, эфириум 3680. Главный возмутитель спокойствия – это ожидание одобрения ETF на основе эфириума. Но не спешите с выводами, друзья. Несмотря на то, что на рынке транслируют идею, что вероятность одобрения этих контрактов выросла чуть ли не до 70-80%, американской комиссии может принять совершенно другое решение, потому что одобрение ETF на основе эфириума будет означать то, что эфириум не признали ценной бумагой. Это прецедент. Даже не уверен, пойдет ли SEC на подобного рода допущение на рынке, потому что в конечном счете прямо сейчас в работе очень много исков и юридических претензий в адрес других владельцев токенов и эмитентов. Как раз суть этих претензий в том, что эти компании обвиняют в том, что они упускают не токены, не цифровые активы, а ценные бумаги. Поэтому, несмотря на то, что я оптимист и давно вам рекомендовал одержать длинные позиции по биткоину с целями на новые исторические максимумы, я думаю, что в конечном счете этот фундамент не будет единственной причиной, почему биткоин сохранит бычью динамику. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...